Все началось в декабре прошлого года с обращения Совета ветеранов в администрацию округа с предложением возвести на Аллее Славы стену памяти, где поименно перечислить фамилии всех воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. За простыми цифрами более 8, более 10, 40, 30 конкретных людей не видно. С нанесением вот этих фамилий будет видно, что уходили на фронт целыми семьями и не вернулись. Глава округа Алексей Спаский идею отобрил. В этом году было разработано три проекта, один из которых единогласно поддержали все ветераны. Заказчиком работ выступает МБУ Дорсервис. Определена подрядная организация по результатам проведения конкурсной процедуры. Это ООО «Стройпроект». Соответственно, по контракту плановой даты завершения – 21 ноября. Мемориальный комплекс будет представлять собой круглую мощеную площадку с каменной стеной цилиндрической форме посередине диаметром 9 метров и высотой почти 3 метра. Здесь на стенах будут лукавечены как раз имена погибших. Здесь будет 4 входа, которые можно будет внутрь пройти и посмотреть. И можно даже для маломобильных групп населения. Вокруг мемориального комплекса стена памяти оборудует пешеходную зону. И места отдыха. Появятся дополнительные опоры освещения. В темное время суток стена будет подсвечиваться. Работы стартовали в конце сентября. Уже вырыт котлован. Укладывается песчаное основание. В пятницу планируется приступить к бетонированию площадки. Всего же на стене памяти появятся имена и фамилии. Более 8 тысяч погибших воинов-жителей бывшего Ленинского района. А также 280 погибших из бывшего сельского поселения Владарского. Работы будут проведены с сохранением всех зеленых насаждений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.